привет сегодня у нас обзор катера утер 66 ты не одного а целых двух это наш подписчик познакомились в комментариях в каком-то катерном видео и он купил катер как у нас а мы находимся в яхт-клубе шорхаус это московская область красногорск принципе вот за вегасом уже проходит мкад а вот наш домик тут у нас стоит лодочка длина у катеров одинаковая 660 ширина 254 это габарит в которой разрешен к перевозке по дорогам общего пользования и это очень удобно можно зацепить лодочку и через час-полтора оказаться где-нибудь на волге там где ты можешь дойти своим ходом за целые сутки и так у нас мотор мир круизер 4 и 3 мб 220 лошадиных сил колонка альфа-1 обзор нашего как итак наш водный домик под креслами мы врезали два рундука там было огромное пространство которое просто пропадало у нас техническая часть вот этот полик который мы сделали за одну минуту остался с нами уже на три года мы хотели переделать да миша там у три баста стоит еще следующее здесь вам резали это забор воздухов для вебасты это выход теплого воздуха также у нас выход теплого воздуха вот сюда и каюте так же миша сделал розеточки юсбишечки тент у нас перешитый новый как уже не очень нам добавили вот эту дугу раньше крыша начиналась прям вот отсюда миши было неудобно стоять теперь тут высоко и он стоит полный рост кресла перри скручиваются и еще двигаются на направляющих это очень удобно кухонный уголок имеется вода плитка керосиновая также она работает как обогреватель там есть вентилятор который тоже принципе и грел у нас когда у нас еще не было либо этой плитой мы действительно очень много пользуемся ну а вечером часто миша готовит нам что-то вкусное на мангале холодильник шкафчики шкафчики находится емкость с керосином но на лето нам как правило хватает одной канистры тент у нас очень складывается передней стекло три трубочки вот так мы это быстро делаем перед транспортировкой катера задницы тоже на 3 части крышу мы тоже складываем вот это такой вот маленький нам очень нравится состояние катера кабриолет и в некоторые поездки мы вообще даже не разбирали крышу у нас есть стояночный тент мы обязательно накрываем им лодку от солнца и пыли и также мы снимаем весь пластик когда транспортируем лодку а еще с нашего катера снимаются верхние дуги и мы можем пролезть даже под самыми низкими мостами и также они очень быстро ставится обратно буквально это занимает около десяти минут и четыре полта где-то нужно открутить каюта здесь мы проспали много лет принципе вообще не испытываю никаких неудобств закладывается середина здесь у меня подсказки спим мы ногами в нос потому что здесь гораздо шире для плечей вся кровать просто разматывается вперед там еще пол метра это наш шкафчик у нас все вмещается полки полки тут тоже большая полка выход еще один из здесь у нас тоже большие рундуки я даже не знаю что там лежит он там ничего не лежит что-то лежит а это тенты наверно здесь тоже специально не делали петли сделали дырочку потому что очень удобно здесь огромный рундук там все жилеты он уходит в нос туда просто неведомо куда туалет туалет скачной миша вывел всякие свои штучки тоже электроника и ручная помпа здесь есть он фиксируется на любой высоте также у нас была москитная сеточка но мы немножко затемнили чтобы лучше спать в темноте очень быстро также у нас есть дверка что немаловажно когда мы можем оставить катер закрыть саюту идти гулять москитную сеточку мы решили таким простым способом на дверь я приклеила такую тоненькую липучку и вопрос с комарами у нас решается очень быстро также быстро это все и немного про рундуки здесь хозяйственная часть здесь у нас я приладила себе такие резиночки чтобы мне было удобно копаться это мой хозяйственный отсек кстати рекомендую в походах вот используем вот такие вот прозрачные штуки из-под обуви сейчас все пусто но они разложены тематически и очень удобно достаешь чайный сундучок или с овощами а еще мы возьмем с собой газовую плитку на всякий случай чайничек кастрюлька рыболовья здесь сейчас миша лучше расстоят два аккумулятора один стартерный другой глубокого разряда и отдельные две массы включают отдельных два аккумулятора что можно было прийти выключить стартерный сидеть на марином это преобразователь на 220 вольт на 300 тянет зарядки телефонов еще у нас есть уличное питание береговое питание находится в этом рундуке вместе с проводом и соединяется береговые розетки зарядка стоит зарядка стоит заряд аккумуляторы береговое питание у нас есть души длины до он достает даже до носа можно помыть нос нос нашего утерника помпа все фло 6 литров в минуту вообще бесшумно все вообще не слышно и также она переключается у нас на канистру сейчас покажем которая должна стоять в моторном отсеке но сейчас нет наша суперсистема для вечернего мытья значит берется душ он питается за бортной водой чистой наливается вот эта канистра которая обогревается этим мотором и через несколько часов там будет теплая вода 15 литров мы переключим вот этот краник на питание из вот этой канистры вместо за бортной и у нас будет теплая вода душ насос душа значит стоит себя фло 6 литров в минуту подключен к шлангу который который ведет в туалет через кингстон то есть не не сырыленькие отверстия лишние все получились существующим тут еще два больших рундука мангал сюда влезает у нас одна канистра а достанешь железяк она вот здесь подвигай в это отверстие у нас была такая же палка но она утонула там был столик сейчас у нас сюда иногда встает маленький моторчик сюда мангал в общем обходимся без стола пока у нас теперь все на веревочках потому что иногда нырять очень глубоко можно и ближе то есть как сидишь там люди туда подкидывать миша сейчас расскажет вам про мотор а это наш барчик ну за выдор наш моторный отсек володина расскажи как ты решил почему у терн ты решил где-то узнал рассказывай все начал смотреть про лодки катера в начале лета и вот случайно мне отбор видео сбросил вот на михаила с юлей ссылку я посмотрел их видео как они дошли до питера вот очень весело позитивно все было вообще отлично вот и потом почему-то мне понравился их лодка я начал ее искать но не тут то было но не тут то было да это целая история с приключением потому что я нашел такую же лодку причем я когда смотрел видео я его несколько раз пересматривал обращал внимание на нюансы и детали вот на этом катере вот михаил там мангал установил у него душ установлен понял что мне нужна обитаемая лодка в которой я могу жить вот и на примере вот ребят я увидел что в этой лодке можно полноценно существовать то есть там есть плита раковина гальюн холодильник с морозильником и прочие прелести для жизни вот нашел я катер точно такой же вот открытый стоял он стоит он до сих пор в Ростове съездил туда вот но съездил туда раков поесть потому что водка оказалась убитая вот если кто хочет то в Ростове очень вкусные раки вернулся обратно в слезах в печали вот расстроился начал искать какое-то барахло параллельно вот и параллельно в Ростове когда я был я вот вспомнил про ребят и написал в youtube вот Юля мне ответила и мы обменялись контактами достаточно быстро и михаил стал давать рекомендации по катеру что как и вот как то в конце августа я нашел вот эту лодку в Екатеринбурге параллельно я пошел учиться получил права вот всем рекомендую нужно находиться в правовом поле зарегистрировал лодку в ГИМС и теперь я вот могу спокойно путешествовать по акватории российской федерации в том числе и по морским путям вот как вы уже заметили это хардтоп это тентовый катер у Володи здесь уменьшена каюта и есть еще места на носу рундуки у нас одинаковые очень большие в носовой рундук у нас влезает три канистры по 20 и две мягкие по 25 и ярко просто офигенный в этом катере есть проход в середине что в принципе очень удобно но он немножко убирает от сиденья столик как у нас просто очень удобно не нужно искать его где-то по каюте где-то хранить волочь всех столик всегда на месте середина кстати да закладывается мнение габарит одинаковые борта не пошире чуть-чуть не так бы так же воду крылья его здесь у тебя побольше места я уже посмотрел каюта каюта конечно гораздо меньше зато там у нас увидишь там можно еще двоим человеком сидеть вот так ногами не помашешь нормально нехай мухать все спи холодильничек холодильник такой же только видишь немножко выбирает нас пошире немного столешница шкафчики шкафчиков конечно в нашем немного мне не хватает еще столик он чуть-чуть поломан и лучше отреставрировать рабочая поверхность свои такие же фонарики только это они здесь вот тут у нас таких каюте просто все в шкафчиках шкафчиков как много туалет прокаченной у нас такой же рундуки 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 места просто очень много кайдзенавесочка полка и выход лесенка кресло тоже переворачивается это очень удобно бак тут снизу стоит ларчик такой же по идее по идее смотри крышка у тебя что там вот рундук голубокий такой место вообще это бар ну и крыша прикиньте крыша о, а тут кстати еще люк люк и тоже интересная система он крутится вот так просто как это двигает и в положении нажать он может вообще и попробуем испытание термокаютного испытание термокаютного все пока пока а а а а а а а а Миссия, расскажи свои ощущения про утерн кабинный. Двоякие ощущения. Я уже один раз ударился головой на лодку, потому что непривычно. Здесь пост управления немножко, ну, пост управления точно такой же, но вот сам полик поста управления, он чуть выше, сантиметров, наверное, на 10. Поэтому, если хочется встать, ты когда стоишь, вот реально полный рост, то ощущается все по-другому, как вот не в нашей лодке. То есть ты выше стоишь. Вот по управлению, ну, почти все абсолютно так же она едет. Просто прекрасная, классная лодка. Лайк. Володя, поздравляем тебя. Спасибо. Кабиня отлично. Тепло, люк он просторный. Вот один из минусов. Хочется писать. Не надо так говорить. Ну, я не буду при них писать, потому что там только лишь шторка. Все, сезон закончился. Всем спасибо за просмотр и до встречи на воде в 22-м году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok